Из-за чего все-таки закрылась программа «Нереальная политика» на НТВ. Один из авторов программы прозрачно намекнул, что за цензуры, а Ксения Собчак считает, что из-за низких рейтингов и конфликта между ведущими, о чем пишет у себя в Твиттере. Кстати, Эдин Кандылаки сегодня много пишет в своем Твиттере. У нее сегодня день рождения, ее активно поздравляют. Давайте сгоним в Твиттер и посмотрим, как и кто поздравляет Эдину Кандылаки. Насколько я помню, сегодня президент Медведев поздравлял, правда, реплаем среди прочих. Мой коллега Александр Медведев тем временем посвятил некоторое время, пардон за эту футологию, тому, чтобы выяснить подробности ухода из эфира программы «Нереальная политика» с участием именинницы Александра. Да, я вот забыл, я разговаривал сегодня с Тиной, к сожалению, забыл ее поздравить. Сейчас поздравляю Тину с днем рождения. И, собственно, про историю, что же там произошло. Ксения Собчак упорно развивает тему закрытия «Нереальной политики» и пишет в своем Твиттере так. Программу закрыли не из-за неприятных тем, которые поднимались в последних выпусках и не принятых к эфиру, а из-за низкого рейтинга и конфликта ведущих. Кроме того, она утверждает, что между ведущими программами Тиной Кандылаки и Андреем Колесниковым конфликт возник именно из-за Собчак, потому что когда ее пригласили на программу, Тина Кандылаки была очень против. И поэтому запись выпуска дважды отменялась. Напомню, что о закрытии программы тоже сообщила Собчак, и тоже в своем Твиттере тогда она опубликовала СМС-сообщение от Колесникова. И он пишет, цитирую, Сняли они наши изделия с эфира. Это имеется в виду программа Собчак, посвященная ее встрече с Вячеславом Якименко в ресторане. И еще одну программу с Кичановой. Это студентка журфака, задержанная во время визита Медведева на факультет. И Засурский. Это президент, собственно, журф. Это декан Ясен Засурский. И я закрыл, то есть Колесников, чудесную программу совсем. Все при своих, извините, выхода у них не было, надо признать, но и у меня. И вы сейчас видели как раз кадры из запрещенных программ. Обе программы выложены в Ютьюбе. Я позвонил обоим ведущим, поинтересовался причинами закрытия программы, и действительно ли рейтинги были такими низкими. И вот что сказала Тима Кандылаки на этот счет. Твиттер, он на той твиттер, что каждый пишет то, что слышит, или то, что хочет слышать. В данном случае, просто уже даже можно и не комментировать, потому что Ксения всегда опирается на собственные фантазии, чаще всего. А если по порядку, то, во-первых, что касается низких рейтингов, прежде чем такие вещи говорить, обычно принято, как минимум, эти рейтинги выкладывать. Люди заняты с телепроизводства, эти рейтинги получают. К Ксении Анатольеву к кисточку пока не относятся. Ну, тут важно заметить, что закрывать программу, по словам Тина, никто не собирался. Она выпускалась действительно на грант, и этот грант не был исчерпан. И решение принял именно Андрей Колесников. Колесников поддержал свою бывшую соведущую и сказал мне, что рейтинги были достаточно высокими. Например, с Филиппом Киркоровым давали долю до 20% и 25%. То же самое касалось программ с Кадыровым и Михалковым и многих других. Я спросил у Андрея, имел ли место конфликт между ведущими. И вот что он мне сказал. Такого внутреннего конфликта, о котором вы говорите, конечно нет. Ничего подобного. Мы нормально с Кандаллахи общаемся. Но они, вот, то самое, я не понимаю, что Псюша сейчас так сильно педалирует, занималась эта история, и в ход вообще идут все средства, чтобы победить в этой странной войне. Можно говорить о каких-то, ну, я бы сказал, о таких мировоззренческих разногласиях с Тиной, которые у меня наметились в последнее время. Но в программе это только, вообще говоря, любой программе, где двое ведущих, такие вещи идут только на пользу. Ну, а что касается вот этого шума в Твиттере и активного обсуждения, то Андрей сказал следующее, что девушки отношения между собой выясняют, а у парней чубы трещат. Маша? Ну, да, единственный момент, что если Николай Ильич Асовский, все-таки не декан. Он декан и создатель факультета журналистики, был деканом до 2007 года, а сейчас занимает почетную должность президента факультета журналистики. Да, я прошу прощения, да. Забыл, я помню, что он еще был деканом. Да, ну, он и присутствует, и активно участвует в жизни факультета, но, тем не менее, деканом теперь другой.